Я думал А вышло все наоборот И вот все ночи Напролет грусть осмотрю в твое окно Тебе я знаю все равно Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно Твой двор осенний Голый путь В нем о весне прошедший груз А я войти сюда боюсь А вдруг с тобой и с ним столкнусь Когда спешите вы в кино Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно Нина, открой! Королёва открывай! Кто? Кто-кто? Конь-бальдон! Колёня, на улицу подожди Вот за ней не занимайте, я товар принимаю Что вам? Не вот эти бусы и вот эти? Сколько они? Это не бусы, это колье. Три рубля Но я бы вам рекомендовала вот это вот колье Потому что эти делают заводские мастера А Мельхиоровы, как вам сказать Творческая лаборатория при заводе Давайте с Мельхиором творческую одно И мне тут что подороже И мне тоже Я же вам говорила не занимать, у меня перерыв Отпусти, отпусти людей Слыхала? Творческая лаборатория Ни хрен со мной очень Пожалуйста, пожалуйста, я умоляю Ну я из Челябинска, ну меня просто не поймут Если я из Янтаря приеду Красавица с Урала? А уральцам у нас бесплатно Дарю Я много лет поднимал промышленность на Урале И в Казахстане рядом В городе с поэтическим названием Экибастуз Будешь в Экибастузе Езжай на одиннадцатом трамвае К воротам колонии номер сто тридцать два И поклонись Я там пятнадцать лет ящики сколачивал Знакомься Света Бубнова Звезда нашего ансамбля Янтарная сказка Вы просто красавица Мы знакомы со звездой Опа Откуда? Мы с ее младшей сестрой В одной школе учились С Машей Королевой В одном классе Что-то ты мне не докладывала, что у тебя сестра есть Ты же знаешь, я в Балтийске еще точку открываю Может, пристроим где-то? А может, тебе меня одной хватит? Маша уже на заводе работает На заводе? Это хорошо Это полезно Где? Ладно, потом перетрем Света будет твоей сменщицей Я уже поняла Не тупая Сякий момент Иногда сюда оба ХСС заглядывают С тупыми вопросами Вот телефон Чуть какой кипиш Дверь на замок И мне звонишь Покажешь ей все И лицо попроще сделай Пристает? Уже Так мы с тобой молочные сестры Смещатся Добро пожаловать в клуб А как ему откажешь, да? Он же конь А ты, Маш, не видела? О, вон они сидят Спасибо Привет. Не может быть. Здравствуй. Еле нашел. Привет. Привет. Ты надолго? Маша, я… я объясниться приехал. Объясниться? А что-то случилось? Маша, я тебе звонил позавчера всю ночь, что трубку не брала. Мама вообще меня послала. Послала? Ты знаешь, она такая, она может. Что случилось-то? Что с вами? Что с тобой случилось, Сережа? Ты предал меня? Предавать нехорошо. Я янтарь. Мне почти сорок миллионов лет. Я все чувствую, меня не проведешь. Клялся вечной любви. И вдруг спустя несколько месяцев девочка плачет, девочка жить не хочет. Маша, я тебя прошу, прекрати. Да не могу я прекратить. Я не знаю, как прекратить. Мальчик девочке сделал очень-очень больно. Хватит. Ребят, там Гриша. Я ниже. Пересяду пойду. Что? Ну, если он нормально сейчас выступит, ему мастера дадут, и он в Болгарию поедет. Да, конечно. Передай ему, что мы болеем за него. Привет ему. Ага. Я два месяца готовился, сидел в этой библиотеке, учил, не спал, не пил, не ел. И после экзаменов… Ну, я… Ну, я помнишь, тебе позвонил еще? Ага. Ты знаешь, как на меня алкоголь действовал? И? Я вообще ничего не понимаю. И? И? Ну, случилось? Да я знаю все. Что? Она мне звонила и все рассказала. Сокурсница твоя. Когда? Когда? Когда ты выпил и уснул случайно. Внимание. То есть, ты поэтому и трубку не брала? Угу. Маш, да у нас с тобой другие же отношения. Да нет, у нас с тобой никаких отношений. Все. Больше не приезжай, Сереж. Ну, правда, подумай сам, какая мы пара, а? Ты ученый будущая элита, а я огранщик янтаря. Что ты говоришь-то такое-то вообще, Машенька? Ты знаешь, я за несколько месяцев на заводе много чего поняла. Мы в СССР все равны. Да, мы все равны, но есть те, которые чуть-чуть поровнее. Так что дуй свою Москву, понял? Я тебе… А я здесь как-нибудь без тебя на янтарном заводе не перекантуюсь, не пропаду. Не узнаю тебя, я тебя не понимаю. Что ты понимаешь? Да молчи! Не ори, люди оглядываются. Внимание. Григорий Васильев, наш земляк, показывает прыжок повышенной сложности под названием Сухахара. С поворотом на 360 градусов, он же винт. Это новый прыжок, и его мало кто выполняет. Внимание. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Гриша! Гриша! Пошли. Пошли. Гришенька! Гриша! Стой! Стой! Операция успешная. Пришёл в себя. Поговорили. Теперь спит. Так диагноз какой? Повезло. Командующий дал приказ отправить его в военный госпиталь срочно. Ты куда? В Москву. Олечка родная. Ну так а что у него? Плохо. Всё очень плохо. Тетяну третьего позвонка. Разрыв ствола. В крошку. Всё. Инвалид. Всю жизнь в каталке. Перестань ты. Он же Гриша. Он выкарабкается. Ты чего? Выкарабкается. Знаю. Пришёл в себя два часа. Мою руку не отпускал. Мать такая смотрит, смотрит. А он ей говорит, мама, это Оля. Она едет со мной. Решено. Оля, давай быстрее. Иду, иду, Пётр Иванович. В пять часов уже. У машины будет. Да иду. Тихо, 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 тихо. Не плачь, не надо, родная. Вот кто я? Ни жена, ни невеста. Бросить не могу. Я не брошу. Не брошу. Позавчера колечко подарил. Расписаться хотели? Фонд, Фарган. Держи. Что это? Это телефон моей общины. В Москве это, знаешь, телефон никому не нужен. Ладно. Все, пока. Любимая, я ж приехал, чтоб тебя забрать. Тебя. Я все продумал. Устроюсь на кафедре. В лаборатории буду, зурки буду мыть, в конце концов. Прибираться. Тридцать рублей к степухе найдем, проживем. Слышишь? Там, хочешь, иди на работу. Устройся. Найдем какой-нибудь завод. Лучше, чем янтарный, правда. Я тебя подготовлю. Поступишь через год. Любимая, ну главное же вместе. Вместе проживем. Проживем. Поехали. Поехали. Уезжаю. Прямо сейчас. Давай ты еще успеешь вечерним поздом. Давай. Зачем ты гонишь меня? А ты правда не понимаешь? Ты был моим, а стал еще чьим-то. Ну, это же уже не ты, это кто-то другой. Дай. Дай. Что дай? То, что Костик сделал, оберег, дай. Ну, слава. Жили-были. Сережка и Машка. И они очень-очень любили друг друга. Но однажды Сережка взял и трохнул какую-то пьяную бабу. И потом еще набрался наглости, приехал просить прощения. А Машка плакала-плакала. Плакала-плакала. И не прости его. Все. Прощай. Ты умер для меня. Прости меня. А педагоги там какие? Кто сейчас преподает? Не знаю, Ма. Но раньше преподавали лучшие умы России. Биолог Павлов. Создатель аэродинамики. Николай Жуковский. Великий математик. Калмогоров. Калмогоров. Ну, да. А наше-то пятерки поступил. И всякого блата. Здравствуйте. Здравствуйте. Я буду скучать. Давай, сына, почеломкаемся. Давай, давай. Ты там давай в этих столицах-то? Только горбом и чистыми руками. Чистыми руками. Как я. Горбом и чистыми руками. Ну, пора. Давай. А ты не знаешь, зачем он на один день приезжал? Я бы не знаю. Мать, с ней приезжал. К ней? Я даже не подумала. И что? Да ничего. Было бы чего рассказать. Ну, и хорошо, что ничего. Ему же учиться надо. А тут... Так, все. Так, все. Давай, думай отсюда. Ладно. Приедешь, набери. Хорошо. Сынок, чистыми руками, как я. Чистыми руками. Чистыми руками, пап. С чистыми руками. Чистыми руками. Извините, что я выдернул вас из лекции. Вы знаете, что Татьяна беременна? Восьмой месяц. Нет, я ее давно не видел в университете. Таня в университет не ходит. Как я понимаю, она его фактически бросила. Я попытался с ней поговорить. Выяснилось, она с Нового года на улицу не выходит. Мы с матерью Танечки в разводе. Вы в курсе? Нет. Мать Татьяны живет на Довгороде. Работает в Новосибирске, а я в Германии. Я вас прошу, умоляю. У меня единственная дочь. Будьте с ней. Пожалуйста, приходите, не бросайте. Я сегодня улетаю, а мать сможет прилететь только к родам. В конце концов, это же и ваш ребенок. Хорошо, а как вы предполагаете, я должен дальше поступить? Сейчас сесть в метро и ехать к Тане. А дальше? У вас что, совсем нет к ней чувств? Я люблю другую. Вы такое допускаете? К сожалению, мне надо ехать в аэропорт. Я зарплату академическую получил. Рубли, как вы понимаете, в Германии не нужны. Пожалуйста, отвезите деньги Танечке. Сколько здесь? Три тысячи рублей. И вы три тысячи доверяете незнакомцу? Я навел о вас справки. Я смогу прилететь только осенью. До свидания. До свидания. Знаете, деньги отдайте Гале. Танечка не должна знать, что мы встречались. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, Маша Королева, как наши дела? Никак. Что так? Если честно, Федор Петрович, надоело. Вы обещали перевезти в цех сборки. И вообще, сколько я могу здесь сидеть? Скажите мне, пожалуйста, а? Не все сразу. Не все сразу. Москва не сразу строилась. А потом это место надо заслужить. Как еще я должна его заслужить? Исключительно преданности и старания. Я вот обещал матери помочь, поставить тебя на ноги. А ты слушай все. И все будет в хоккей. Ты посмотри, какая у тебя здесь красота. Инклюзив, вкрапление. Ты у меня еще здесь мастером станешь. Инклюзив. Самородки. Мам, вы просто не хотите, чтобы я отсюда уходила. Ладно, придумаем что-нибудь. Придумаем. Смена закончилась? Давай переодеваться. Иди, 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 иди. Я сказал, иди. Здравствуй. Ты не разувайся. Проходи. Я шел мимо. Решил зайти. Но давно вас не видел в университете. Вас? Тебя... Ты проходи. Галь! Смотри, кто пришел. Ой, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Что говорю, Танюсик? Я пирожки в духовку, а гость на порог. Да, так у вас на всю улицу запах. Правда. Чай черный, зеленый. Горячий. Мне тут предки видеоплеер привезли. Хочешь, однажды в Америке посмотрим? У меня друг, студент с Уриковки сегодня устраивает поход в музей. Пойдешь? Я бы с радостью, да не в чем. Тебе не в чем. А... По поводу... Никаких идей не возникает? Возникает. Но... Пока сформулировать не могу. Это твой ребенок. Не сомневайся. Успокоила. Я пойду руки помою. Нужно? А, еще, еще. Чего? Тут три тысячи. Это ее отец передал. А вы что, встречались? Да, только вы ей не говорите. Извините. И уговорите ее со мной пойти. А то она уже дома засиделась. Уговорю. Уговорю. Вот сюда поесть, вижу. А-а-а-а. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего ты как говоришь-то? Да ты голову не меня боишься. Отстань. Я что, собачонка тут же бежать? Да вы смотрите на нее. Папа, не побежишь поспать, что делать? Прекрати так разговаривать со мной. Надевай вот это. Все хорошо сидит. Отстань. Вот папа дай. Прислуживает тут. Да ни за что на свете. Ты очень красивая. Правда? Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Здрасте. Это Татьяна Ходорова. Учится со мной на курсе. А вы, случайно, не внучка академика Ходорова? Случайно внучка. И академика нехорошего тоже. А дед нехороший? Это кто? Нехороший – это весь наш космос, а Ходоров – это наша оборона. Мне нужно в туалет. Пойдем я. Давай я. Спасибо. А я тут с детства. Выросла в этом музее. Угу. Слушай, а ты от него беременна? От Сережки? Да. Обалдеть. Вот Звягинцев. Тихоня. Мне ни слова. Пошли, я тебя в служебной проведу. Давай. Она мне хочет маме показать. Ты что, ложишь, что-нибудь? Она переживает. Боюсь, что я могу родителям не понравиться. Пошли ты. Ты же у нее не женится. А женить без говорить, родно. Там отец очень крутой. Министр. Министр чего? То ли речного, то ли морского транспорта. Чего-то связано с водой. Это важно. Мне все равно. В нашем музее в основном представлены произведения отечественного изобразительного искусства. И в этих залах вы ознакомитесь с экспозицией 18-20 веков. На рубеже 17-18 веков создаются благоприятные условия для создания портретной живописи. Это твоя мама? А. Если б на улице увидела, подумала бы старшая курсница. Вот ты обязательно ей об этом скажи. Зачем? Ей будет приятно. Понятно. Из-за этого века мастерство русских портретистов достигло великолепных результатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Очень приятно. И мне тоже. У моей дочери есть вкус? Не хочу вас огорчить, но я не тот, за кого… Тот, тот. Дело в том, что у нас очень строгий папа, но я думаю, что если мы такого представим, он одобрит. Мам, это не тот. Вот он. Этот? А этот тогда кто? Это его друг. Вы прям как старшекурсница. Очаровательно. Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю. Пройдемте со мной, пожалуйста. Может поменяемся, пока не поздно? Уже поздно. Смотри на нее удались. Ну, пойдем осматривать экспонаты? Ну, нет. Мы с тобой к Грише собирались. Кость, можно тебя на минуточку? Кость, я не пойду. У меня голова разламывается. Надо вон еще с мамой переговорить. А зачем? Она, по-моему, все выводы уже сделала. Прости, пожалуйста, что так получилось. Трудно первые 50 лет. Потом будет легче. До свидания. Было очень приятно познакомиться. Надеюсь, увидимся. Надеюсь. Руками экспонаты нельзя. Это запрещено. Пожалуйста. Ну, Костик, вы лопух. Оль. А? Оль, привет. 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 Петр, ты чего не звонишь? Серый. Прости, некогда было. Как прошла операция? Операция? Ничего не известно. Как и предыдущие, никаких особых результатов. Здесь апельсину принесли, яблоки. Хирург классный, дядька. Не отходит от Гриши. Теперь главный уход. Процедуры. Я им пока не говорю, но еще две или три операции надо будет сделать. Оль, ты скажи, мы сейчас его можем увидеть? Все. Все, Оль, все. Не знаю, я пойду спрошу. Подруга Маши Королевой? Подруга. Лучшая. Я поняла. Ну, я понял, что ты поняла. О! О-о-о-о! Вот сюрприз. Привет. 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 Апельсины. Вот мы это. Спасибо. Похудел. Так спецдиета серый. Это Таня. Таня. Породистая телка у тебя. А накачал-то кто? Он? Ну, знаю наших калининградских. Как себя чувствуешь? Да как? Инвалид я серый. Как я себя чувствую? Ходить надо заново учиться. Так вот. Да? А что конкретно? Что сейчас нужно? Какая ты конкретная. Конкретно коляска нужна. Задолбался я лежать. Привет. Лекарства, массажист. Сиделка есть у меня. А почему в общей палате лежите? А где мне еще лежать? Я же этот... Рядовой из А. Ну ладно. С друзьями-то познакомить. Значит, там по порядку. Гена, хорош притворяться. Давай, лапу дай. Привет. О! Горзян, ты пройди у него это. Ноги нет он. Не подпрыгнет к тебе. Факультурненько давайте. А это... Коля. Колян. Герой Советского Союза. В танке горел-горел. И не сгорел. Коля. Шамшурин. Один пятьдесят человек спас. Между прочим. Герой Кандагара. Теперь вот прописался здесь. Навсегда. У меня на тумбочке есть шоколадка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Возьми. Колька-то возбудился, девушку почула. Да не надо шоколадку! Контужен вам. Не слышит ничего. Спасибо, миленький мой. Ого. Нормально. А где взял-то такой? Я сама его нашла. Простите, где здесь туалет? Мужской там, женский там. Благодарю его, очень любезно. Сука. Я к Берлинскому. Георгий Михайлович занят. Для меня в этом году всегда. Танечка? О! Сколько лет, сколько зим. Людмила Петровна, организуйте нам, пожалуйста, чайку. Ну, рассказывай, рассказывай. Как папа, как мама. Любимый дядя, я предков вижу пару раз в год. Я лица-то их уже не помню. Ай-яй-яй. Так, а вот это вот что такое, а? Будущий академик. На меньшее не согласна. Ну, с твоим характером я не сомневаюсь. Дядь, у меня к тебе дела есть. Вернее, два. Слушаю тебя, милая. Ну, тебе совсем не понравилось все, да? Нет. Ты прости меня, конечно, но он какой-то… Какой-то сморчок. Мам, ну, ты же не знаешь, какой он сильный, какой целеустремленный, какой талантливый. Угу. Ему Таир Салахович хочет организовать персональную выставку. Первокурснику, ты прикинь. Милая, твой папа – кандидат в члены ЦК. Пост министра – важная ступень, но твой папа смотрит выше. И он на хорошем счету у Горбачёва. Поэтому понятие «зять» имеет сакральное значение. Короче, понятно. Я должна сидеть в старых девах, пока папа делает карьеру. Правильно? Нет. Ты просто, дорогая, должна помнить, что ты дочь уважаемого, известного человека. А вокруг… Они шпионы. Мам, я это слышу с детства. Меня это вот так уже достало. Твой папа – номенклатура, а твой – Костик. Угу. Ну, не может быть. У кандидата в члены Политбюро зять. А вдруг он завтра подаст документы на выезд? Какой выезд? Боже, по-моему, ты вообще ничего не понимаешь. Твой, Костик, член партии? Нет. Но я его люблю. О, Боже. Да в разум и ты сумасшедший. Завтра художник, еврей, скажет «хочу в Израиль». И все под откос. Ты понимаешь? Мама, я его люблю. И я выйду за него замуж. Потому что я не собираюсь искать женихов в папе на министерстве. Среди лесов, болот и рек. А, между прочим, это было бы неплохо. Ну, и все вокруг его гипса собираются, рисуют. Васильев, собирайся. Куда? Другой бокс. Так мне и здесь нравится. Собирайся, собирайся в отдельную палату. Берлинский приказал. А, а ребят мои как? А мы на твое место, вот, его поселим, чтобы было кому ночью встать, подойти, помочь, если нужно. А ты, если соскучишься, то будешь навещать. Ну, давай, собирайся, я пока не передумала. Ты о чем не собираться? Мне как голову подпоясаться. Ну, вот и давай. Колян, киндос, давайте, держитесь, пацаны. Увидимся еще. Давай, удачи. Ну, ты даешь. Серьез, держись ее. С ней не пропадешь. Спасибо вам. Да ладно, суки иногда тоже люди. Извините. Не волнуйся, мы подружимся. Зуб даю. Чего ты не ешь-то? Худею. Ты его пересолила. По-моему, вкусно? Угу. Ой, Феденька, проходи. А мы как раз вечерец сели. Я тут такой супешник забабахала. Там рыбочка, картошечка, котлетки. Пойдем? Привет, девчонки. Здрасте. Не-не-не, мне некогда, я по делу. А, ну, если по делу, то заходи. А что ты не сошел, когда я одна? Возьму от головы, покувыркаемся. А что это он к ней зачистил-то, а? Филипенко этот. А я откуда знаю, я не в теме. У них что, шашни? А что? Мамуля сорок пять, ягодка опять. Офигеть. А я думаю, что это он меня окучивает? Как не воду в ночну, так сразу ля-ля-та-паля. А может, ля-ля-та-паля по другому поводу? По какому? Ну, иди послушай. Да нет, ты что? Ой. Ну, иди, иди. Фиденька, ты совесть-то имей. Девочка рискует. Нет, а я не рискую. А я не рискую, да? А ты нет, ты в стороне. Ну, накинул бы хоть полтинничек-то. Ну, мне тоже надо заработать что-то. А ты себя не обидишь. А у меня семья. А у меня нет ее. Ну, разоряешь в буквальном смысле. Лучше бы с девчонкой поговорила. Чтобы она глупостей не наделала. Так вот, зачем ты мне эту сумочку подарила, да? А это не я, это он. А ты не будь дурой. Всем жить надо. Я что, воровка, да? Да замолчай ты сейчас же. Что нам тебе с голову подохнуть? Они не делают, и что кланят. А мы делаем нечто, работаем. Ну, сбила меня. Конь, ты? Он уехал на пятак. Да пошел ты. Мне лучше деньгами. Да. Секундочку, постой. Мужик, есть янтарь? Чего? Янтарь есть. Свободен. Он сам свободен. Да пусть дурак старый. Товарищ, не уходите. Мы хорошо заплатим. А хорошо это сколько? А вы товар покажите. Товар? Ну, что вы, нас все тут знают, не бойтесь. Ну, не бойтесь. Ну, ну. Обольдеть. Обольдеть. Большое вкрапление. Хороший камень. И янтарь белый. Так. Даю тысячу. Три. Три, не меньше. Нет, полторы. Ну? Две, но это край. Хорошо. Договоримся. А когда еще? Через недельку. Договорились? Договорились, договорились. 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 Договорились, договорились. Здорово, велел человек. А ты не видел, тут преступник не пробегал? Какой преступник? Ты че городишься? А че так некультурно-то, а? Некультурно так че? Отец троих детей на доске янтарного почета висишь. Секретарь парт-организации. А по лесам с краденым янтарем скачешь. Где инклюзис, учера? Сволочь. Вот сволота. Ты воруешь, а я сволота. Колись, черт, где остальные? Нету ко мне, все. Нашел я его в лесу. Иди и доказывай, ступай. А я не следователь. Я доказывать не буду. Я спрашивать буду. А ты отвечать. Пакуй его. Сволочь. Давайте. Копай, сучара. Согнешься у меня в песке. Заживо. Копай, я сказал. Копай. Технику мне преподаешь? Шлифовку, огранку? Молодым дорогой старикам почет? Ненавижу вас. Ненавижу. Ударник, каунистического труда. Не вор. Позырей, все отдам. Все камни, все камни отдам. Позырей. Вот. Всем цехом, паскуда, будешь на меня работать. Всем цехом. А потом с заводом. Будешь. Будешь. Вы меня в 16 лет посадили. Я в три колонии прошел. 25 лет в стропу засунул. Будешь воровать. Будешь работать. А для меня, всем цехом, всем заводом. Будешь. 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 Поль, посиди. У меня дети. Что ты там бормочешь, тварь? По килов в день, я сказал. Тихо все. По-моему, он согласен. Нет? Жаль. Ну, ладно, пошли. Я, я согласен. Я, я согласен. Я, я, я согласен. Отлично. И, кстати, ты прав. Этот объем для тебя неподъемный. Тебе понадобится команда. У меня уже есть девушка. Она, она меня выносит. Не сдаст? Нет. Я, я с ее матерью. Ну, в хороших отношениях. Послушная девушка, это хорошо. Фамилия? Маша. Как Королева. Королеву дорогу забудь. Навсегда. Ладно, вытри сопли. Пошли. Да, да, да. Покажешь, где дополнительные инклюзии. Вот. Вот. Можешь же. Десяток таких в неделю. И мы с тобой в наилучших отношениях, тварь. Ну, я эти же месяц целый собирал. Поэтому я тебе и говорил о команде. Где же ее взять? Не совсем отупил на парткомах своих, Чопик. Кое-кого я тебе прямо сейчас назову. Твоих-то вообще всех знают. Именно. Но они умеют находить других. А сами будут воровать внутри завода. А выносить другая бригада. Система тайников. Никто ни о ком не знает. Ну, включай ленинскую смекалку. Ты договаривайся. А дальше не твое дело. Мы всех замажем. Кого угодно. А как же этот, как его, господи, Звягинцев-то, Звягинцев как? Что Звягинцев? Ну, он же лютует на заводе. Он чекист. Сейчас всю охрану сменил. Новых набрал. А мы сделаем твой день рождения. Или общий праздник. И всех пригласим. И всем. Точно. Всем подарим подарки. И парочку неподкупных охранников. Тут же, не отходя от кассы, уболтаем. Я тебе обещаю. Слаб человек. Подведете вы меня под монастырь. Просто. А тебя поставим руководить. А чем? А этим. Всем. Галя, лови тачку, надо ехать. У нас сколько осталось? Ну, рублей двести еще есть. Ну, ничего, лови машину. Там разберемся. Хорошо. С сумку. Ага. Сережа. А? Мне пора. Началось? Так, сейчас я. Сережа. Мама просила позвонить. Сейчас. Сядь. Сядь. Сначала отвезешь, потом перезвонишь. Маман всего на пару дней заскочит. Больше не задержится. Держи. Это что? Деньги. Деньги. Выклянись, что сделаешь, как я прошу. Клянусь. Эти деньги нужно отвезти Берлинскому. Ну, главврачу госпиталя, моему дяде. Им коляски завезли, электрические, немецкие. Рядовым не положено, а офицерам не хватает. А нам пошли навстречу. Тут ровно на три штуки. Васильеву твоему, Шамшурину и Воскобойникову. Откуда так много? Пару колец толкнула, фиг с ним. Потом еще Фазер Гале дал академические свои. Тут хватит. Ты знаешь, самые сложные уравнения, но ты с несколькими неизвестными. Так вот, ты для меня такое уравнение. Характер отвратительный, язык как бритвы, врагов наживаешь пачками, но зато с тобой не заскучаешь. Это признание в любви? Почти. Танюшка, поехали! Поехали, поехали, поехали. Идем, поехали. Чего? Ты не бросишь меня? Нет. Переезжай сюда. Так, не гони лошадей. Давай сначала сделаем то, что нам нужно сделать. Что? Родись здорового ребенка. А воспитать? А потом уже будем думать про воспитать. Давай все постепенно. Пойдем. Ой. Чего? Кажется, началось. Так, иди тебя понести или... Нет, нет, нет. Давай, ты сама, сама, сама. Кто муж Ходорова и Татьяны Ивановны? Я не муж, но я отец ребенка. Понятно. У нас проблема. А вы кто? Я домработница. Мне нужно разрешение родственников. У роженицы сильное кровотечение и несворачиваемость. И сердечко слабое. В общем, нужно делать Кесарева. У нее я спросить не могу. Она без сознания. Что делаем? А... Дел... Делаем так, чтобы ребенок и мать остались живы. А если кто-нибудь один из них, вы меня извините. Я вынуждена спросить. Значит, мать. Только мать. Ишь ты. Отец ребенка. Понятно. Подпишите. Я понимаю, это Филькина грамота, но все-таки хоть что-то. Будем надеяться на лучшее. Ждите. Вам сообщат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok